привет улей мы китинчики китин и целька пришла с работы угадайте что я сейчас буду делать варить дежурные пельмени дежурные пельмени вот яма зашел что зямуха так я буду поставила на пельмени надо умыться а то а с утра утренний утренний обедешний обедешный омлет и мне сегодня в обитом лет на жаре вам лето принес на работу омлет принес омлет с пригарочками я люблю так шумана сегодня на обед був омлет но я ему не доила потому что он так много на жаре всеки там яиц сделала втрече шоу 5 а ну ты на двоих же делал он на двоих делал не подумайте что за дикой меди вот сейчас надо будет надо буду умыться 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 помазаться крымком вот что еще что еще погода отвратительная до дождь у нас не дай бог будет педранок морозец будет сракопат опять пляха муха все же який год в подряд вот это такая погода на новый год закалебали просто ци уже перемены погоды во первых влияет на гипертоников я очень чувствую эту погоду ужасно потому что у меня вчера давление было вот я себя погано чувствовала сегодня у нас до меня пришел сотрудник на работу попросить у меня тонометр у меня на работе тонометр тоже есть на ней дома иду и на работе и он каже типа каже померя в давлении у них там сви есть тоже в отделе тонометр каже пост показывает 202 верхние а нижние восемьдесят четыре че что он таки сказал представляете какая разница ну между прочим лучше атака велика разница чем коли маленькая разница там допустим 120 на 104 например да это еще хуже лучше хай велика разница так вот он каже я пришел дай мне я перемиряю может у нас неправильно показывает тонометр в инка руче мире у меня давление в него показывает 204 на восемьдесят семь вот так 204 на восемьдесят семь семьдесят девять ударов в минуту сердце боже я кажу як ты с таким давлением ходишь ты шоу 200 давление так видишь и новин правда выпив в т.к. е.к. есть капельки от давления фуфы на якусь на фе называть я не помню вины сказав я забула ференгел гонол якийсь вот таким каже щас пиду выпьюте вот его треба или на сахар капают и вот эти капельки или ну это именно вот скорая помощь эти эти капли вот то він каже пиду сейчас шесть капель выпью вот и спешу и тут я дудим сюдым якость время прошло я вихожу уже якость вихожу в коридор с кабинета дивлюсь вины да я говорю виталевич ты шо говорю с таким давлением куда ты идешь а вина обид типа али карс обедяний перерыв куда ты говорю и деж сакими тобі лежать надо ты чо говорю но вон каже таянин не в столову мені треба сходить с ним кудись там ему треба було сходить ну и попросил бы кого-нибудь а мені в конце концов можно было сказать рентая пиду мені там си купить на мені фига собі афигеть может просто він уже потому что он же раньше до мене приходил может ци капельки подействовали шоу ему же легче стало вот но все равно він каже діло в том что я по собі не чувствую поставьте человека 204 верхнедавление каже я по собі не чувствую я говорю як не чувствуешь ну каже чуть-чуть так вроде как оттуда и так вроде бы як гаряча гаряча в голове у меня колись было за 200 давление один один раз чи пару раз я даже уже не помню криз у меня случился и скорую помощь мне вызывали все такое то у меня спасло то что я взяла у меня были таблетки и у есть они таблетки на такий случай називаются ванны ой клофелин 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 яма підсказы а а но клофелин да клофелин но его боже упаси надо там вот таку вот и половиночку и это коли високе клофелин 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 дуже быстро снимает вот он очень быстро дейте поэтому с ним очень осторожно надо и душе и когда и душе высоке потому что вот половиночку буквально там она такая малю пусинька ця таблетка на знаете такая размером я пни троглицерин может кто знает там половиночку буквально и все то пока скоро приехала я вот этот клофелин взяла воно у меня знизилось до 170 и уже но с одной стороны я не правильно сделал они меня ругали кажут надо было уже дождаться нас и горю слышите блин 200 с чем-то давление и дождаться вас бляха я уже глотала что они попадя что у меня под рукой было вот они ну доктор там фельдшер был он каже я теперь каже не знаю как дальше действовать потому что чеклофелин дальше начнет действовать и снижать тоби его что мне тебе сейчас еще магнезию колоть и не колоть в общем короче они меня еще и магнезию вкололи тоди помню вот потому что каже резко нельзя понижать давление воно так у тебя уже вот с 200 там в чем-то у меня 210 уже было до 170 это считается резким понижением вот и плюс каже сейчас я магнезию уколю то вообще а лишь уколов и я просто уже лежала я думаю колить уже робить что хочется я просто заснула и воно у меня во сне вот это вот все остаткувалось так что это погода это не дай богу такая погода для гипертоников это не дай бог еще скажу тима гнитные буря какие-то были затемнение как солнце 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 солнечное чеке там че лунны а а приперла с работы маску сейчас стирать буду зяма где твоя маска чорна где чорна твоя маска постирать ну это у ванной лежит это твоя ж наверно ну а я чуть подумала что это моя моя в карман ну и что так раза три ты одевал все равно надо и стирать постоянно и погладить обязательно так закипела вода на пельмешки сейчас кинем с вами пельмешки сейчас кинем с вами пельмешки сейчас маска куплю покладу чтобы не забудь постирать 2 буду нас масули 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 масулечки мои пельмешки дорогие идите вы сюда я вам показывала какие покупаю геркулес фирмами или или я два вида сюда или ки-лити тоже чтобы фирму и беды на приставке моя в житель взял ябки другие пельмени чтобы куплять я звать а не ну фирма вяфир моя по цель геркулеса то я не помню еще фамилия твоя не помню потому что вы них никогда не куплялись сюда купляю я так засыпаем пельмешки вы знаете я чего-то захотела пельмени з юшкою вот не знаю хочу так пельмени з юшкою туда сейчас накидаю приправку прям аж захотелось захотелось чесничка кину туда прям в юшечку укропчика из холодильника тайма на заморожене лежит дурала вот и у монаре ета кстати закончилась надо купить вегету обычно я вегеты кидаю вегета тоже аромат на така приправа а вот а шумана щетика добренький есть а можно копчену паприку кинуть и можно купить кинуть хмели сунели о кицынки точно я сейчас в бульон добавлю хмели сунели будет вкусненько и чуть-чуть сливочного масла будет вообще супер дама ты с юшкой будешь так будешь ну ты правильно ты ж суп и в обед ты до и в супчик молодец целька тобі на варе еще супца а лишь уже туди-сюди и будем уже есть всякие вкусняшки кицынки скоро новый год ля 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 новый год новый год к нам идет радость счастья он принесет и здоровье самое главное так ладненько шо я еще хотела а сейчас положим пельменьки холодильник 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 у меня в холодильнику о чем кицынки дивиться я купила хурму даже там не хурма называлась корольок корольок хурма корольок и мне там яка стетка короче я не знаю прям там супермаркете каже чтобы она не была терпкой так покладить ее морозильную камеру а потом ишьте в общем больше этого дела истицу не буду потому что воно розмерзлося я для эксперименту поклала для эксперименту поклала у морозильную камеру а два штучки оставила чтобы дозревали так просто на этом что это значит просто чтобы дозревали при комнатной температуре так вот результат один и тот же только те которые при комнатной дозревали они более естественного вкуса получилось не такие знаете как векля а те которые в морозилке побывали вообще фу не советую вот лучше подождать покласти хай они сами дозриют и они тогда в середине вот именно хурма корольок он в середине становится такого коричневого шоколадного цвета и он тогда сладкий цей корольок чуть-чуть может десь там десь и может быть біля шкурочки тянуть терпкость якусь давать но очень даже ничего конечно шарон вкуснее сорт шарон кто его пробовал кто и знает сочные сладкие но хурма к сожалению дуже-дуже повышает сахар в крови поэтому влекаться не очень рекомендуется у кого такие есть проблемы вот и то у меня два вот это валяются я никак не доим а мне так что-то захотелось я побачила люди давай какая скитка там сельпо была сумасшедшая люди грибут грибут думаю ну возьму и я я взяла шесть штучек три заморозила а три у меня дозрювали так так я ті которые так дозрюли так быстро их съела а ци вот два у меня так и валяются все никак не получается у меня их оприходовать маме тоже нельзя завозить потому что я же кажу что сахар в крови повышает это у меня уже зяма вибрызгав за лето вот этот вот от эйвона blue называется только там есть в голубой бутылочки а есть вот такая зеленоватый оттенок то которая голубая мы завезли туда домами чтобы туда сюда не таскать а зеленой оставили тут ну типа таки морская волна да цвет вот то мне вот этот больше нравится запах ой вообще прикольный и я хотела ему вот сейчас опять заказать думаю чтобы было впрок потому что обычно на літо его разбирают и часто и густо его немае и нема в каталоге в цьем перед новогоднем не было бы голубей теки ну бутылочка но она и так blue називается но я ме веду шо голуба бутылка класс и вот это меня уже чуть-чуть осталось оце тоже от эйвон ну цей таки аромат зимний таки знаете роскошный хороший тоже они абсолютно два разности аромата масс-маркет чтобы сказать вам что там что шикарно то нет масс-маркет так ну шо идем глянем пельмени глянем пельмешики шоу нас тут как они у нас тут пожелали о ну еще при праву рану кидать при правку надо кидать уже в самом конце это если бы вегета была вегету надо сразу чтобы оно прокипело вместе с вегеткой так что у меня шизянка виридует каже я не буду с юшкою буду так ух ты какой так ну шо рози мои стоять до сих пор сейчас вам покажу сейчас вот там я поставила на столе их вони там внизу стояли у меня это у меня тут специально приперла стол це такий стол боже він уже такий старий и не старий не цей стол вон бачите откриваться з цьої стороны тоже можно половинку цю открыть и больше людей сидая и тут тоже он бачите половинка вона так закрывается просто тумбочечка стоять я собі его сюда поставила конечно воно не очень смотрится ну пока уголок юного блогера получился ну я потом его уберу вообщем дивиться вот до сих пор стоять рози хоть бы хни им мало того так еще гляньте пагун пустила роза представляете я в шоцее я ва фіге это не то слово вот сегодня 24 число канун католического рождества они до сих пор стоять а подарил он мне их 16 так что вот так вот кицунички до сих пор у меня розульки нет вопросов чуть-чуточку начали вот уже вот эти лепесточки нижние чуть-чуть начали как бы ну передать атаку все это вообще начать и пяти пилот сорвана и ця вообще еще хороши ну вот вот этот лепесточек даже можно оборвать если шоу так в общем все будет так что вот так вот як вы мне все писали подарено с любовью поэтому и стоять долго ладно пиду гляну на пельмене блин пока снимала вам там розы глядьте плита капец затекло все на плиту сейчас буду мыть плиту да и все равно надо было уже драять тут то вона в мене чистенько а там от зяма шось в орган и вон все в жиру а картошку жарил эту яичницу жарил и он прям жир все пельмеши готовы вытаскиваю накидала приправ всяких все как положено ужин готовы зя муха уже вечеряя захотів з юшкой все таки помидорчиков собі поставив хотя я против була конечно ну есть пельмени з помидорами так что надо собі насыпать пельмешики в зюшечкой сейчас покушаю умеюсь переодинусь и баю бай должны все люди ночью спать ладно кицуньки таки получился невеличкий у нас влог сьогодня прийшла з роботи показала вам что у нас сегодня на ужин что к чему и почему так что до следующих встреч целую люблю ваш целеон пока пока